вы из какого города? Питер. Питер? город Харьков меня зовут Александр привет вечер добрый может вопрос у вас есть интересный слушаю вас вы знаете я без вас не поживаю ну вообще очень хорошо но я все время с вами более того я целыми днями работаю для вас ну для граждан россии нет винта это я не в интернете для вас работаю я работаю это я вечером просто отдыхаю и выхожу в чат рулетку там смотрю новости в интернете вот а так целыми днями с утра до вечера ну бывают какие-то такие моменты когда мне приходится там какими-то домашними делами заниматься там с мамой какие-то вопросы решать там по ее здоровью а так я все время думаю о вас думаю чтобы для вас хорошего сделать и делаю для вас постоянно что-то я вижу в этом очень большой смысл потому что я нашел себя в том чтобы ну как бы вот не знаю что-то делать для других людей до войны до войны я жил совершенно частной жизнью и в общем у меня на все было насрать а когда вот началась война я тогда вот как-то совершенно по изменил до войны а вы до войны войны когда ну до четырнадцатого года ну не той же в сорок первом или там в тридцать девятом году а вот этой четырнадцатого года я не сразу поняла о какой войне я понял я понял и вот как война началась я стал думать вот как что можно сделать и я вот на практике постоянно думаю ну иногда что-то получается честно вам скажу иногда что-то не получается потому что я радиоинженер вот а всегда когда что-то делается новое ну невозможно ну я очень стараюсь но я это делаю вот для вас тоже ну я имею ввиду для ну может быть не в полной мере лично для вас но вот для граждан россии можно конечно же к зеленскому не очень хорошо ну потому что я считаю что он бы мог тоже как если бы он так же как и я переживал бы за вас за нас то он бы мог ну как мне кажется может быть я ошибаюсь то он бы мог бы сделать гораздо больше а он разве не больше делается если встретился с Пусином и он же не отдал он же не не принял Донбасс правильно по праву ну не Донбасс а часть Донбасса ну он часть и часть я понял он недостаточно хорошо себя проявил с Путиным а почему вы так считаете ну потому что я считаю что его позиция должна была быть гораздо более активной ему было тяжело вы видели какой он был уставший в конце этой встречи да я видела ну вот вот я обратил внимание что он был очень какой то такой вот вялый такой ну не вялый но такой вот вид то было что нагрузку он ему очень тяжело было эту вынести я считаю что Дилинский не принимает в состав Украины Донбасса еще раз пожалуйста вас не очень хорошо слышно повторите пожалуйста я считаю что Дилинский не должен принимать в состав Украины Донбасс и все ну и Крым тоже нет Крым он должен принимать именно Крым он должен принимать а интересная точка зрения а Донбасс у вас интересная точка зрения а Донбасс раз там находятся люди с российскими паспортами с автоматами а с этими танками грунепаспортерами люди находятся вот них вы там не остаются так а в Крыму что же есть ваши военные ваша военная техника вот убрать наших военных нашу военную технику и Крым отдать вы знаете если так сделает Российская Федерация то Донбасс тогда просто сам к нам прибежит 100 за 100 я с вами согласна 100 за 100 поэтому вот у вас очень интересный как вас зовут я прошу прощения мне зовут Александр Галина Галина а Галина очень приятно вы знаете у вас очень интересный план то есть надо освобождение Донбасса начать с Крыма нет это не план ничего ничто дело в том что я считаю что что Крым что Донбасс это есть Украина и это все надо отдать с извинениями и заплатить Украине очень большие деньги и чтобы украинцы нас простили за то что мы по-свински к ним отнеслись и все вы наверное слышали слушали Андрея Луганского нет я его не слушаю но вы знаете кто это такой я не знаю кто это такой жалко это мое мнение я понял я на всякий случай говорю вот вы я вам советую вы посмотрите ролики Андрея Луганского я думаю что ваша точка зрения очень во многом совпадает с его точкой зрения я считаю что у мы которые в 21 году и Балтия и Белоруссия и Казахстан и там от нас от России отсоединились у них нельзя выбирать землю я понял скажите пожалуйста но ведь как же тогда жить Российской Федерации жить в границах своей страны и все ну то есть не защищать интересы русских в Крыму на Донбассе нет защищать интересы русских допустим в Казахстане а вы из Казахстана я прошу прощения нет я из Питера но в Казахстане русские брошены и никто их интересы не защищает я понял ну может быть вот сейчас закончится вот эти вот процессы у нас и тогда Владимир Владимирович дай бог ему здоровья возьмется за Казахстан а кому Путин здоровье что ли ну а кому же еще ну и чего ну и Владимир Владимирович возьмется за Казахстан Владимир Владимирович в течение 19 лет за Казахстан не брался а через 19 лет он возьмется это политика вы понимаете нельзя наступать нет не надо мне про политику не надо наступать если где-то русского человека обижают он должен браться всегда и сразу но не через 19 лет вы знаете с точки зрения истории 19 лет это как одна секунда вы знаете это вы объясните если за вашу если у вашей матери и отца будут проблемы и через 19 лет за них возьмутся извините меня пожалуйста хорошо а было ли ну это же вы имеете в виду северный Казахстан прежде всего там где проживает ну много большое количество русскоязычного населения и они там брошены я понял брошены брошены они почему они до сих пор не провели референдум почему они не обратились к российской федерации ой я вам сейчас скажу почему расскажите а почему а почему допустим у нас а пилисберг 70 лет все больше русский город а почему там не произвести референдум а что это извините меня немецкая страна немецкий город Почему бы там референдум в Кеннезберге все люди, чтобы они именили, извините меня, пенсию, как у немцев, извините меня, зарплату, как у немцев. Там русские люди все руки протянули для того, чтобы, извините меня, иметь и пенсию, и зарплату, как у немцев. Или вы что-то не так скажете? Нет, да? Я могу это объяснить. Давайте, объясните меня. Смотрите, русский человек, он слушается своего хозяина, он слушается то, что скажут в Кремле. Если в Кремле будет команда русским людям, российским, русскоязычным в Казахстане провести референдум, и будет соответствующая помощь, то они это тут же сделают. Если русским людям из Кремля будет команда референдум провести и войти в состав Германии, они тут же это сделают. Из Кремля просто нет команды. Эта политика еще пока не пришла в рюм. Скажем так, что в чем-нибудь селе из Кремля команды нет и не будет. Почему? Потому что Путин отдал русских людей в Казахстане на съедение. Просто-напросто. И там русские люди просто... Вы знаете, это план. Это план такой. Это стратегический план. Какой план, когда вы можете попасть под план, вы, ваша мать, ваш отец, и потом вы не будете по компьютеру говорить, что это план, что ваша мать и отец, они под планом. Вы это хотите? Послушайте, это политика Кремля. Очень дальновидная и многоходовая. Послушайте, не перебивайте меня, пожалуйста. С точки зрения политики, политики Кремля, политики Владимира Владимировича, да продлит Господь его, так сказать, земной путь его на земле в одиночной камере. Послушайте, где-нибудь утопимся. Я с вами согласна. И дальше? А интересы отдельного человека, его какие-то страдания или, например, неудобства, это ничто. Ага. Речь же идет о русских людях. Их дворцы и острова – это все, а все остальное – это тюня. Ну, это же политика. Ну, не может же Владимир Владимирович… Не может. Он не может ломать всю просто вот шахматную партию из-за того, что какая-то там, ну, я не знаю, подстилка под пешку, ворсиночка подстилки под пешку, вот она испытывает неудобства. Даже если кого-то… Ну, вы хотите сказать, что, ну, в России, в Кремле, учитывая, ну, например, должны задумываться о том, о жизни какого-то конкретного человека? Нет. А можно я с вами поговорю? Как надо… Можно? Ну, пожалуйста. Ну, мы же с вами лично сейчас общаемся. Конечно. У меня есть муж. Это очень плохо. Так бы мы, может быть, познакомились бы. Я поняла. А у меня есть муж. Это очень плохо. Можно я вам пожалуюсь? У меня есть муж. Да. Он меня бьет. Он вас бьет? Да. Вы знаете, я вам тоже должен пожаловаться. У меня жена, она меня тоже бьет. Мы просто нашли друг друга. Ну, можно я вам поговорю с вами? Добро пожаловать. У меня есть муж. Он меня бьет. Он ворует деньги у меня. Он ворует золотые изделия у меня. Зачем? Чтобы попробовать, наверное, не знаю. Ну, он же сережки мои-то не оденет, правильно? Не, я понял. А куда он использует эти деньги? Я не знаю. Он выпивает. А, он выпивает. Да, он пьет. И наркотики. Я понял. Ну, так разведитесь с ним. Ну, ясно. А если мой президент у меня ворует, извините меня, и так далее. Я что, разведитесь с ним не могу? Можете. Могу. Можете. Я это и хочу сделать. Я понял. Я понял. Вы поняли, да? Хорошо. А что вас удерживает с вашим мужем? Что? Да. Алло? Да. Алло? Я не слышу. Что вас удерживает быть вместе с вашим мужем? Ничего, как и с президентом. А, я понял. Я понял. А у вас есть дети? Ничего, как к президенту Путина. Ничего не удерживает. Я понял. А у вас есть дети? Детей у нас нет. Я понял. У вас вообще нет детей или только с вот этим мужем у вас нет детей? Ну, вообще нет. А, понятно. Очень жаль. Ну, хотя, может быть, и к лучшему. А скажите, он ворует у вас золотые украшения, которые он вам когда-то подарил? Или которые ваши личные? Ну, я имею в виду, которые вы когда-то купили. Знаете, я вам скажу, у меня есть мужчина, которая меня очень любит. А, ваш любовник. Не любовник. Он мой... Ну, поклонник. 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 Я понял. Он никогда... Я с ним с 10-го года, и поэтому он никогда... Я просто хотела вам привести пример, что Россия – это жена, а Путин – это муж. А, я понял. Если Путин не дает людям жить, извините меня, своей жене жить, то почему... Нахуй нам такой муж? Я понял. То есть вам муж... Нахуй нам такой муж? Я понял. То есть вам муж не дает возможности жить с вашим поклонником? У меня есть поклонник. Ну, а мужу это не нравится. Он вас бьет за это. Меня никто не бьет. Я сама кому угодно может... Я понял. Ну, вы же говорили, что вас муж бьет. А, давайте сделаем так. Давайте. А, Россия – это есть женщина. Да. А, Путин – это есть мужчина. Я понял. Ну... Который ее обворовывает, бьет и насилует. Я понял. Ну, вас муж насилует? Ну, и чего? Не, я спрашиваю просто. Ну, это личное, конечно. Ваш муж-то силует? Меня, по-моему, изнасилует. Я любому мужу забью. Я понял. Меня муж изнасилует. Я хочу сказать, что Путин насилует Россию. Так может быть за дело? Не просто так. За какое... Леша, муха! За какое дело насилует Россию? Ответьте мне. За какое дело? Ну, смотрите. Во-первых, потому что народ неверен Владимиру Владимировичу. Народ... Если я неверна... Неверна своему мужу. Меня муж насилует. Это правильно? Ну, я же не знаю, как вы ему неверны. Может быть, в каких-то определенных обстоятельствах, в каких-то определенных позах. Я есть? Если я есть... Ладно, я верна. Я очень верна Путину. Но он меня все равно насилует. Правильно? Тогда, значит, если вы верны Путину, то он не может вас насиловать. Это значит, что у вас отношения по любви, раз вы верны. Ну, если вы верны какому-то мужчине, и у вас есть отношения, то о каком же насилии здесь может быть идти речь? Может быть идти речь. Все равно из насилует. Понятно. Ну, если я сегодня не хочу, он все равно меня изнасиловал, потому что я сегодня не хочу. Я хочу спать. Я все равно насилую. Не так ли? Ну, как вам сказать? Никак не говорить. Я была насилована, когда я хотела спать. Ну, так иначе. Вы никак мне не говорите. Не надо мне говорить. Я понял. Ну, хорошо, а в следующий раз он будет хотеть спать, а вы его возьмете и изнасилуете. А я не буду. Знаете, почему? А почему? Папа просто причину. Я люблю спать. Боже мой. Нет, тогда вы в жены не годитесь. Я вам точно говорю. Ну, хорошо. Но тогда я вам хочу сказать один совет. Импотентом я гожусь. Я понял. Тогда у меня есть вам совет. Если вы хотите спать, а муж к вам, ну, как бы это сказать, пристает. Я ему в лоб даю. Я понял. Вы ему скажите, дорогой, мы завтра утром проснемся. Давай сейчас поспим вместе. А завтра утром мы проснемся, и мы весело, радостно, с утра, так сказать, встретимся близко. Ни фига. Я с утра помню сплю. Хорошо. А днем вы спите? Днем я на работе. А вечером? И вечером я на работе. А, я теперь понимаю, почему у вас нет детей, потому что... Может быть, это муж хотел, чтобы у вас дети были? Нет. Потому что получилась такая ситуация, что... Ну, сочувствую вам. Хотя, может быть, это и к лучшему не знали. Да, не страшного. В России, чтобы родить ребенка, это стоит 80 тысяч. Потому что воспитатель стоит 120 тысяч. Поэтому мне это нормально. Мне это нормально. Я деньги не вытрачу. А, понятно. Я понял. Угу. Я понял. Угу. Ну, вы знаете... Не знаю. Ну, тогда вам нужен муж, ну, импотент, наверное. Или олигарх. Олигарх? Да. А я что, не это... Нет, вы очень симпатичная девушка. Вы мне сразу понравились. Но, правда, вы меня очень расстроили тем, что вы только спать любите. Это как-то сразу меня очень расстроило. Ничего страшного. Ну, я просто как-то... Вы знаете, она же всегда как-то... Представляешь это себе. И я в ужас пришел. Да все хорошо будет. Не переживай. Да не, не будет, наверное, уже. Вот. Ну, спасибо вам за нашу беседу. Спасибо большое. Я пойду дальше. Нехай счастыть. Нехай счастыть. Все. Нехай счастыть. Я если выложу наше общение, я закрою. Там не будет вашего лица. Да, легко. Мне все равно. Я понял. Я понял. Нехай счастыть. Нехай счастыть.